Я готов почту. Пусть здесь в принципе не распинаться. Просто вам покажу все это. Да? О, кирибан, и как вы поняли, я заказал кое-что из Даркнета. Только вот эта необычная штука, как говорилось в названии, это зелье. Естественно, я все это не верю, я не верю в эти зелья. Я не верю в эту паранормальную мистику. Но вот это меня почему-то заинтересовало, и я решил его заказать. И оно мне пришло вот так вот. Сначала оно, по-моему, запечатано в фольге, а потом уже пленкой. Ох, выглядит жутко и мистически, не правда ли? А если прислушаться, то слышно, что там какая-то жидкость. Да что, возможно, там реальное зелье. Я в это не верю, скорее всего, там просто обычная водичка. Но как писалось в названии, это зелье силы. Что с помощью него у меня появится какая-то сила, прибавится сила, и я смогу все метать, поднимать. Даже как там писалось в описании, я смогу даже поднять машину. Именно поэтому меня это заинтересовало, и я решил заказать это зелье. Эбан, да я его все еще не видел, и мне так же интересно, как и вам, как же оно выглядит. Или как же оно пахнет. И какое оно на вкус, потому что если оно будет невкусно пахнуть, я его, скорее всего, даже пить не буду. Бандит, ты про лайк не забыл? Вот если ты супрем-банды, ты должен уже был поставить лайк. Ты что, давай, пускайся не жень, ставшу царский лайк. Окей, супрем-банда, вот это колбочка. Если честно, я не знаю, ли это вообще колбочка, или что это. Потому что Даркнет в магазине не показывал, и что там. И когда даже в Телеграм-переписке, когда я уже оформил этот заказ, мне все равно не сказали, мне сказали сюрприз. Кстати, насчет заказа, эта посылка я нашла ни с Украины, ни с России, потому что тот, с кем я разговаривал, он разговаривал на английском. Ну, он писал на английском, потому что он не мог себя показывать, он не мог показывать свой голос, иначе его просто бы узнали, он страхуется. Все же, как-никак, но это нелегально продавать. На ваших же глазах я впервые буду открывать эту штуку. Ух, я даже немного волнуюсь. Так, окей, в принципе, она была запечатана не как-то сверху необычно, просто обычно запечатанная. После пленки у нас идет фольга. Окей, и я уже вижу, что здесь. Надеюсь, вам тоже видно, Ванда. Здесь пакетик. Немного волнительный момент ее сейчас распаковывать. Там какая-то крышечка. Наверное, вот так нужно ее открывать. Фух, я не знаю, я волнуюсь, мне реально страшно. Я вижу уже жидкость. Она красная. А что если... А что если это реально? Нет, стоп, это какой-то бред. Давайте просто откроем и посмотрим. Серьезно? Я заказал это? Нет, я не говорю, что оно плохо выглядит. Оно страшно выглядит. Оно выглядит, как реальная какая-то мистика. Точнее, как просто кто-то что-то намешал где-то в лаборатории, изолил в эту колбочку и передал мне. Но как писалось там, это зелье. Окей, Суприм Банда. В принципе, это оправдало мои ожидания. Мне уже этого хватит, что пришла вот такая вот колбочка, в таком вот пакетике. Это реально страшно. Окей, Суприм Банда, я снова здесь, в своей комнате. Просто, господи. Там еще только что вот так вот потекла какая-то капля. Это реально страшно. Походу, еще в середине пакетика какая-то жидкость. Либо это она. У нас здесь красная, здесь прозрачная. Вот так вот это выглядит. Если честно, если это квест, который просто должен был меня напугать, он это сделал. Это реально выглядит страшно. Его нужно открыть. Первые эмоции я запишу на камеру, чтобы вы увидели. Открываю на ваших же глазах. Ничем не пахнет вообще. Окей. Достаю эту колбочку. Вот так вот это все выглядит. Вот это вот субстанции. Я не знаю, как это называть. Наверное, этого должно хватить для того, чтобы я стал сильным. Так, ладно. Окей, я не верю во все это, понятно? Я не верю, что вот эта вот жижа может дать мне какую-то силу. Ну серьезно, вдумайтесь сами логически, как что-то может дать силу, если только на тренировке. И вообще это звучит как настоящий бред. Какое-то зелье дает силу. Возможно, это обычная вода с красителем, но краситель бы сделал ее сильнее красной. Не так легкого розового оттенка. Окей, остается только одно. Это проверить эту жижу. Банда, я надеюсь, вы меня поддержите. Просто скажите, что давай ты сможешь. Вот сейчас, монитор, в экран скажите, что давай ты сможешь. Спасибо. Я оставлю куда-то камеру, типа это будет как видеонаблюдение. Сто процентов должен быть какой-то побочный эффект. Но не верится мне, что вот так вот все пройдет так гладко. Окей, супер-банда, пробовать это. И я... Она начала пениться. Это нормально, что у нее появилась пена. Алло. What the fuck? Окей, проверять это я буду точно на кухне, потому что здесь все, что мне нужно. В крайнем случае, вода. Вода, мне кажется, здесь очень сильно понадобится. Ладно, давайте. Фух. Открываем ее. Сверху был такой шарик. Она пахнет кислотой. Я вам серьезно говорю. Пахнет кислотой. Алло, я не буду этого пробовать. Еще такая пена. Куда? Я вам извечаю, она пахнет кислотой, как будто там кислота есть. Таким кислым запахом. Фух. Ладно, 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 окей. Пробуем. Ну такое, не очень вкусное. Оно скорее безвкусное, но вот этот вкус кислоты там все же есть. Ау, блин. Ох, окей, баданожек. Теперь, ребят, пошел. Я не знаю, почему, но... Оно почему-то начало резко сжечь все во рту. Я сразу же пошел пить воду. И хорошо, что я начал это на кухне, потому что в моей комнате просто нет воды. Я бы не додумался бы ее взять с собой, потому что я не знал, что там. Если бы пока что все нормально, сжечь во рту перестало. Посмотрим, что будет дальше. Окей, Супримбанда, прошло где-то минут 10. И я не знаю, ничего не было, но тут я вдруг начинаю чувствовать, что у меня жарко. И походу появляется жар. Наверное, нужно взять градусник и проверить это. Так, Супримбанда, вот градусник. Проверим ли реально у меня появился жар, потому что я чувствую, что реально у меня жарко становится. Видите там? 55,7. О, блин, реально температура 37 стала. Блин, еще этого мне не хватало. Банда, вы не поверите, но пока я переставлял стативный свет, я реально почувствовал какую-то силу. Так на секундочку, типа какое-то прибавление, что мне стало намного легче. Окей, давайте проверим, вот здесь чайник. Он с водой, если что. Там есть вода. Окей, и... Серьезно? Это работает? В смысле? Какая-то пушинка для меня. Окей, собственно, теперь нужно проверить самое главное, о котором писали, что даже машину смогу поднять. Давайте-ка эту проверим. Окей, Банда, я надеюсь вы готовы, потому что сейчас мы будем поднимать эту машину. Меня специально прогнали сюда, чтобы я ее поднял, потому что вдруг сейчас ее подниму и просто закину, мне пригнали именно эту машину. Что ж, поехали. Окей, Банда, я надеюсь вы готовы, что я с тобой попробую ее поднять. Получилось? Серьезно? Я хочу пересмотреть этот кадр. Да ну, Банда, у меня это получилось. Вы это видели? Окей, Банда, вы это видели? Я сейчас пересмотрел просто видео, и я вообще его на вот так вот где-то поднял. Все-таки я смог. Чтобы вы понимали, обычно без этого зелья я бы ее точно не поднял. А вот зельями как-то все-таки это смог сделать. Так что, бра, я думаю, не жалко будет, допустим, что мне-то поставить свой лайк за такое-то зелье. Но все же я не поднял ее полностью, и все, и меня это немного смущает. Возможно, это из-за того, что пока мы ждали, пока приедет машина, потому что пока мы набрали, подождали минут 10, то зелье уже немного упало, именно поэтому, возможно, я не поднял машину. Но когда я поднимал чайник, меня с ним, вы сами это видели, это было очень легко, я его вообще не чувствовал. Так что, скорее всего, если бы машина была сразу у меня, во время того, как я поднимал чайник, я бы поднял эту машину. И все же, банда, зелье работай, потому что я приподнял немного машину, но в итоге, там даже колесо оторвалось, я бы серьезно говорю, увидели это? Серьезно, банда, я пересмотрел это видео, у меня сейчас это получилось. Если честно, я немного шокирован, банда, ведь это работает, зелье работает, а это не одно зелье, которое было в Даркнете. Именно поэтому, если в этом видео будет 3000 лайков, то я сниму новое видео, закажу новое изделие, которое я покажу вам. Ты что, пропускайся, ниже и ставь лайк, а я жду, давай. Эй, бро, вот коменты из-под прошлого видео, господи, да вы видите, какие они шикарные. Если бы бог, я поднял каждый из этих комментариев. Но, бро, не расстраивайся, ведь если ты хочешь попасть в следующее видео, то всего то, что тебе нужно, это нажать лайк, колокольчик, и отписать свой комментарий. Если под этим комментом нету каких-то комментов, то ты поднешь в следующее видео. Вот так вот, просите, как блядь, ко мне в видео, так что, пропускайся, ниже и оставляй свой комментарий. И тебя, бро, увидит просто вся Суприм-банда. Как видишь, этих ребят уже увидела Суприм-банда. А также, бро, подписывайся на мой канал, чтобы уступить в мою Суприм-банду. Ведь в преддет время Суприм-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, брат, тебе же не очень нравится быть под нами. Или нравится, скажи честно, а то буду бить так до конца. Так что, бро, подписывайся на мой канал, чтобы уступить в мою Суприм-банду. Эй, бро, не забывай, также пропускаю Инстаграм. Субтитры сделал DimaTorzok